Всем привет! В эфире Живого радио программа «Театр наизнанку». Я ее ведущая Каэли. Сегодня у меня в гостях Олег Кузнецов, артист театра и кино, артист театра имени Масовета, исполнитель ролей во многих спектаклях, в том числе в спектакле «Иисус Христос и суперзвезда». Олег, здравствуйте! Привет! На данном этапе вы многого добились в плане ролей. А когда впервые появилась мысль стать актером, и с чего начался творческий путь? На самом деле, сперва появилась не мысль, а чувство. Я помню, как сейчас, я учился в классе, наверное, в шестом и прочитал басню «Волк-Ягненок». И вот это чувство, которое меня охватило, я до сих пор помню, это была эйфория. Понимаете, вот я прочитал, и, видимо, я настолько включился в это во все, что я заплакал под конец. Я не знаю, с чем это сравнить, с оргазмом, может быть. Но я почувствовал вот это вот, вот это вот, как это называется, ну эйфорию, да, будем так называть, творческий подъем. И после этого, и даже после этого я не собирался быть актером. Просто вот это так бум, о, ничего себе, такая штука. Вот, я был музыкантом всегда. У меня было, я играл в шести группах, из которых три только я сам создал. Мы начинали в сарае, сперва играть, вот, на каких-то, на помойке подобранных инструментах. Потом в школе сколотили группу, я выбил из директора, не школы, а директора леспромхоза, который, ну, как бы, то, что школа была при этом леспромхозе, вот, по тем временам на 10 тысяч рублей я выбил инструментов. И потом еще на шесть. Я вставал в четыре утра, к пяти я приходил в приемную и там выбивал эти инструменты, вот. И потом, 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 все. Аблизаторский талант? Нет, наверное, просто, ну, пробивной я, да, да, это есть, конечно, вот. И к чему я говорил? А, вот, к тому, что я на самом-то деле, я же не в театральное поступил, а я поступил на, ну, кстати, очень странно, я поступил на отделение сольного пения, классического пения. Академического? В Вифтеринбург, да, академического сольного пения. И учился там, но учился только год. Мне сказали, что, Олег, а что ты тут делаешь? Что, тебе надо идти в театр вообще? Хороший котик. Ну, вот, с этого и пошло, и я поступил в АНХАТ. А никто не говорил, что это не мужская профессия, быть актером? Что это серьезное выбирание? На самом деле, в наше время, вот, какая профессия мужская в наше время? Ну, скажите, ну, какая? Да сейчас все перемерчалось, сейчас не поймешь, мужчина ты или женщина, женщина ты или мужчина. Ну, у женщины все попроще, на самом деле. Ну, как, по характеру она? Ну, конечно, она, ну, да, расхожее мнение, что она женская. Ну, да, на самом деле она такая с примесью неврастении, конечно. То есть человек должен быть подвижен психически, вот и все. А то, что женщины подвижны психически, поэтому и говорят, что это женская профессия. Что, ну, говорят же, что женщины истерички. Ну, не все, конечно, извините, пожалуйста, у меня слабая половина. Ну, да, 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 что-то в ней женского есть, притворство, наверное. Это психическая подвижность, а психики никак не связаны, не сказываются. Сказываются постоянно. Вы думаете, от чего профессиональная болезнь актеров, алкоголизм? Она от этого идет, что на психике сказывается все, на самом деле. А когда ты... Психику разрушают крайние эмоции человеческие, да? Вот в обыденной жизни крайние эмоции разрушают психику. А актер, он намеренно вводит себя в крайнюю эмоцию. Смех, это, конечно, не крайние эмоции, но тоже это раздражает. Но когда ты начнешь плакать специально или кричать, ну, что-то, ну, понимаете, крайние эмоции. А другого зритель не станет воспринимать, ему интересны крайние эмоции. Ну, естественно, чтобы это была... Конечно, почему все новости, основаны на скандалах? Потому что это крайние эмоции, и человек это смотрит, ему интересно. А как к вашему выбору отнестись ваши родные и близкие? Родные и близкие, как говорят американцы, взяли тайм-аут. То есть они на самом деле, они, конечно же, не ожидали этого всего. Никто у нас даже близко не был. Хотя, извините, моя бабушка, она играла на всем. Она играла даже на ведре. Причем она играла на ведре так, чтобы многие начинали прыгать. Пускаться в пляс. Да, потому что она очень была музыкальная. Она играла на гармошке, на балалайке и на ведре. Да, на самом деле это оркестр практически. В одном лице. Да, ударные инструменты, клавишные и струнные. Так что вот такая история. Ну, родители, они не препятствовали мне. Хотя бабушка, сейчас она уже покойница, она мне говорила, что отучился, поработал в Москве. Езжай домой на работу устраивать. Ну, я сам из Екатеринбурга, поэтому домой приезжаю на работу. Но она не считала это работой, естественно. Он старый человек. Класс. 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 Врет артист или не врет. Может быть в этом плане сложно, но на самом деле профессиональному артисту ничего не стоит играть так, что зритель будет верить. А интереснее для кого? Интереснее играть вообще, а для кого я не разделяю. Я бы не стал так обижать детей или вдруг шокировать взрослых, сказать, что нет, ребята, я актер детского театра. Нет, конечно, нет, нет. Это профессия. Кого интереснее возить водителю автобуса, детей или взрослых? И тех, и тех. Играть главное, чтобы было что играть. И хорошая постановка с хорошим отношением. И еще два спектакля театра, я так понимаю, Фиалка Мон Мартра и Моя прекрасная леди. Моя феа леди, да. Да, поподробнее. Замечательные мюзиклы. Ну, как мюзиклы, это на самом деле сейчас мы не скажем о них, что это мюзикл, мы скажем, что это оперетта, потому что там классическое звучание оркестров. Поэтому скажу, что, ага, оперетта. На самом деле, Фиалка Мон Марта, это, конечно, оперетта чистая, это Кальман, оперетта, вот. Я исполнял в этой оперетте две роли. Сперва я исполнял, вообще, история, это я вкратце расскажу, история про богему парижскую, французскую, про художников, которые... Художник пишет картины, пытается их продать, а с ним друзья, богемы же что, когда собирались молодые люди вместе, жили на каком-то чердаке за копейки и пытались стать великими людьми в искусстве, знаменитыми. Вот, я играл композитора, который вместе с поэтом писали оперетту, вот. А потом, так получилось, что я начал играть главную роль, это художника Рауль Камье. Ну, в общем-то, история про него, вообще-то, про любовь, предательство, там, ну, как в оперетте и бывает, на самом деле, это же мини-опера. Это, собственно, как всегда, везде. А Майфер Леди, это уже моя поздняя роль, так скажем. Это уже после ухода из этого театра, уже при поступлении Моссовета, когда они обратились ко мне с просьбой, чтобы я сыграл этот спектакль, потому что там у них случилось несчастье, там, актер ушел. Вот, не из жизни, долгих лет. Из театра. Из театра, да, меня попросили играть, и вот я ввелся. Замечательная вещь, это Пигмалион, первоисточник, это Бернард Шоу, Пигмалион. Конечно, этот мюзикл, это мюзикл, кстати, может, это Америка. Вот, он, конечно, немножко переделал, никак ушел. Вот. Но, тем не менее, мне досталась все-таки большая, огромная роль, и она сложна. Она сложна. Вот. Сложна еще тем, что это очень, как сказать, очень высокоинтеллектуальный человек. Он профессор, извините. А это сложно. Так, хорошо. Вот, значит, ты работал уже в трех жанрах, получается. Просто в мюзикле, в оперете. И в опере. И в опере? Я пел в опере. Так, поподробнее. Конечно. На четыре жанра. Значит, я начинал свою карьеру практически с этого. Я пел в опере римского Курсакова сказка о царе Салтане, извините. На секундочку. Я исполнял там... Академическим вокалом. Да, я исполнял там индийского гостя. Есть такая знаменитая ария индийского гостя. Вот. А может, это сейчас кусочек академическим вокалом? Ну, я боюсь, что это очень сложно это будет. Есть на теплом море чудный камень яхан. И так далее. Вот эта вот вещь. Несчесть алмазов каменных пещер. Так, хорошо. Четыре жанра. Мюзикл, опера, оперетта, рок-опера. Иисус Христос. Ну, да. На самом деле, я бы не стал выделять в отдельный жанр это. Рок-оперу и мюзикл. Все-таки это очень близко. Это просто... Ну, это очень близко. Скорее всего, даже одно и то же. А в каком жанре интереснее? В каком, может быть, в каком проще, в каком сложнее? Все зависит... Знаешь от чего? Все зависит от того, что ты играешь. Бывает, что ты... Ну, я знаю такие оперы, где люди выходят вот с таким текстом, и он тебе скажет, что в опере очень просто работать. А бывает, что в драме, где не нужно петь, где не нужно что-то, бывает такие роли, извините, Гамлет, да? А попробуйте ко мне сыграть Гамлета. Да? Не поднять. Поэтому о сложности я бы не стал говорить. Это все зависит от материала. И интерес тоже от этого уже зависит. Как сказать, если это сложно, это интересно. Если это высоко художественно, если это дает тебе шанс подняться над своим, жалким я, вот, как сказать, и стать больше, чем ты есть, ну, грубо говоря, опыт, да, мы говорим об опыте, тогда это интересно. Когда это шаг назад, это всегда, где бы ни предлагали, хоть там, не знаю, может быть, даже и на Бродвее, если это шаг назад, это неинтересно. Взглядом твоей карьеры была роль Ромашова в мюзикле Нордос, да? Эту роль ты был номинирован на премию «Золотая маска». Очень, кстати, престижная премия. Да, она считается престижной. Вот. Что дала тебе эта роль? Это роль Ромашова очень сильная по эмоциональному накалу. Ну, что она мне дала? Опять же, повторюсь, она мне дала опыт. Но, на самом деле, эта роль дала мне огромный опыт, на самом деле. Это, кстати, это первая моя роль отрицательная. Это первый мой опыт работы в отрицательных, так называемых, да, отрицательных ролях. Хотя отрицательных людей нет, злых людей не существует, их не бывает. Я могу это доказать, сейчас не буду, наверное, чтобы время не тратить. Вот. Она дала мне, во-первых, школу. Потому что, извините, я никогда в жизни не работал в проекте, в котором все началось с практически театрального института. Началось с вокала, с пластики, с танца. Извините, с фитнес-клуба, где был сайклинг, где мы с высунутыми языками гнали, с профессиональным тренером на этих велосипедах, вот этих вот стоячих. А ну-ка, заверните-ка на 15 минут, и все, ты не можешь. То есть, это была мощнейшая подготовка. И, естественно, она же даром не проходит. И, естественно, я набрал форму. Кто-то набрал вес, а я набрал форму. И все, кто там был, вся команда, там 30 с лишним человек, мы набрали форму. И за это время мы очень сильно сплотились. Это была очень сильная трупа. Настоящая трупа. Вот. И потом, когда мы играли из Вити два с половиной года, каждый день... Катя Гусева, всем известная, очень хорошо сказала, что Олег, я когда тебя вижу, у меня ощущение, что мы с тобой прошли войну. Фактически так оно и получилось. Об этом не будем говорить. Я просто прошу об этом не говорить. Что мы, да, мы фронтовые товарищи. До сих пор общаетесь со всеми? Ну, конечно, конечно. Вот недавно была презентация документального фильма о Нордойсте, который, кстати, большое спасибо создателю фильма. Он не про эти события, а про постановку. Такого, как сказать, единственного русского мюзикла, настоящего, большого. Вот. И мы как раз там встречались, это было феерично. Вот, замечательно. Все родные люди, на самом деле. Честно. А как ты попал в мюзикл? Просто вот пришел с улицы на кастинг, или все-таки кто-то пригласил? Ну, как, с улицы на кастинг не попадают все равно, кто-то приглашает, или кто-то узнает. Случайно какая-то женщина, я вообще не знаю. Мы делали в театре, делали концерт, репетировали. И вдруг женщина, я ее первый раз вижу, но она знакомый режиссер. Она сказала, сходите в Норд-Ост. Там, вот, спасибо, кстати, если она пользуется интернетом, большое спасибо этой женщине, которая не отправила. Я совершенно спокойно взял, пришел, говорю, а что? Там был Саша Яцко, кстати, на кастинге. Он начинал этот проект. Вот я ему спел. Он говорит, класс, у нас недостаток в тенорах такой большой. Давай, давай, давай. Ну, так вот, давай, давай, и попал. Ну, я до самого последнего момента не знал, что я исполняю. И никто не знал. В какой момент в спектакле был самый любимый и самый сложный? Не сочтите меня за извращенца, но самый любимый мой спектакль был, это сцена блокады. Значит, это когда блокадный Ленинград, Катя уезжает, если кто знает, роман. Катя уезжает вместе с бабушкой в Ленинград, там попадает в блокаду. Саня Григорьев попадает в окружение и, значит, в общем, исчезает из поля зрения. А Ромашов, так как у него везде связи и так далее, он попадает на специальный рейс на самолете и специально летит за ней туда, чтобы ее выручить. И вот сцена, когда он приходит к ней и сообщает ей, что Саня Григорьев погиб. Вот это была самая для меня лучшая сцена, самая сильная. Самая любимая, так скажем. А самая сложная была сцена и вокальная, и драматическая. Но тоже она, конечно, так, садомазохистское наслаждение она, конечно, давала определенное. Это когда Саня Григорьев возвращается в квартиру в Москве, а там Николай Антонович парализован, и Ира Ромашов его встречает. Ну, здравствуй, гад. Не ожидал, а я вот живой. Ты живой. И вот это начиналось там, вот это было, крах так называемая, сцена называлась крах. Самый сложный момент эмоциональный. И, да, самый сложный, но там зрители просто меня ненавидели, когда я все вроде бы ввел к тому, что он раскаялся, он убит, он, в смысле, раздавлен Ромашов. Все, Саня Григорьев, которую он оставил в лесу, явился, все, все погибло. И он же выворачивается, он находит способ, он скажет, что «Я видел сам, как она умерла». И зрители говорят, мне говорили, свидетели, «Во, гад!» Зрители падали, «Во, сволочь!» Умирая, он тащит за собой всех. Ну, умирая, образно говоря, он, конечно, дожил, досидим. А что значит для актера номинация на премию «Золотая маска» эта награда? Имеет ли она сейчас в центральном мире вес, какое-то значение? Если бы я ее имел, я бы, наверное, ответил на этот вопрос. Я ее не имею. Но, наверное, конечно, во-первых, это очень престижная награда. И я думаю, что любой артист хотел бы ее иметь. Я вот точно говорю, что любой очень хотел бы ее иметь. И мне было очень приятно, что меня из трех человек в России оценили и сказали, что вот у тебя лучшая мужская роль. Вот, в мюзикле лучшая мужская роль она была у меня, у Маракулина, у Мазихина, у Юры. Ну, выбрали Юру абсолютно заслуженно. Я это без всякой иронии говорю. Кстати, мой партнер, мы с ним в области ими творили. Олег, все спектакли, в которых вы сейчас участвуете, музыкальные. А что бы хотелось сыграть в немузыкальном спектакле? Мне хотелось бы сыграть, очень хотелось бы сыграть классическую какую-то роль. Понимаете, о чем я? То есть что-то классическое, островский, Шекспир, Чехов, что-то очень такое классическое и академическое. Вот, очень хотелось бы попробовать в этом жанре себя. Хотя в школе студии МХАТ, которую я закончил, когда учился дипломный спектакль, у нас был один Чехов. Я, в общем, поиграл, но тогда это же было совсем другое. А сейчас, вот уже имея какой-то минимальный опыт определенный, вот хотелось бы попробовать. А как по твоему мнению роль мюзикла в России сегодня? Роль мюзикла, она, на самом деле, мне как кажется, что она всегда одна. Она развлекательная. И мюзикл призван для того, чтобы развлечь людей. Вот. Я бы не стал ему придавать какую-то иную роль. Мне кажется, это развлечение. Но хотя сейчас с продвижением мюзикла у нас в России, конечно, сложновато. Да? Потому что еще не сформировался средний класс, который ходит на эти мюзиклы, допустим, в Лондоне, где я был, или в Америке. Там с этим проще, поэтому там их много. Они идут постоянно. У нас с этим сложнее. Хотя, вот, допустим, последний мюзикл, известный всем, не буду рекламой заниматься. Он, по-моему, идет успешно. Очень даже, дай бог. А как ты попал в театр Муссовета? В театр Муссовета я попал очень просто. Я позвонил художественному руководителю Павлу Исичу Кухомскому и договорился о встрече. Вот. Он, как оказалось, он меня хорошо знает. То есть он был на Норд-Осте. Вот он сказал, о, Кузнецов, хорошо, давайте вместе работать. Но, конечно, испытательный срок был. Спектакль, небезызвестная роковая опечатка, это был, как бы, мой, как сказать, испытательный период в театре. Но он прошел успешно, и поэтому я был приглашен в труппу театра, где работаю до сих пор. А как ты относишься к своему герою в руку оперы Иисус Христос и суперзвезда? И почему тебя нет в конце среди толпы? Может быть, это какой-то отказ от борьбы? Так, насчет отказа от борьбы и почему меня нет в конце спектакля. Дело в том, что, как вы знаете, в спектакле ездят мотоциклы. Вот. И случилось так, что водители... Вообще, в спектакль Иисус Христос, суперзвезда, я попал первый раз, я выехал на мотоцикле. Вот. Я ездил, не играя никаких ролей. Я просто ездил на мотоцикле так, как я давно на нем езжу, люблю мотоциклы и так далее, есть права и так далее. Вот. И поэтому, сейчас, если вы смотрите спектакль, сейчас на начало спектакля выезжает один мотоцикл. Потому что второго нет, потому что я на сцене, Симон Дилут. А два мотоцикла нужны в конце. Я выезжаю, выезжаю первым, да, за мной Володя выезжает, мы сажаем всех, увозим. И я просто физически не успеваю прибежать на авансцену, чтобы вот этот финал сделать, сесть. Вот и все. Это не отказ от борьбы. Я готов бороться до последнего. Кто для тебя Зелот? Зелот. Зелот для меня, я может скажу слово неприятное для слуха. Зелот это что-то типа маджахеда. Серьезно? Абсолютно. Это, на самом деле, вот Зелот, в чем зерно для меня этой роли? Это человек, который готов пожертвовать своей жизнью ради революции, ради свободы. Революционер. Ну, революционер не в нашем понимании, не на броневике с кепкой, другое. Ну, это же была оккупированная территория. И все жили спокойно, мирно. Но были Зелоты, из-за которых Иерусалимы разрушили в очередной раз, которые подняли восстание, которые не могли так жить. Они считали, что Израиль должен быть свободным. Я не помню, Израиль был тогда или нет, но Иерусалим должен быть свободным. Ну, не было. В России? Да. Но Иерусалим, что это должна быть их территория, она же была оккупирована Римом. Он об этом и поет, что призывает к восстанию против Рима. И исторически Зелоты, они же добились своего, и же уничтожили всех. Ввели войска и там всех капусту порубили. И храм разрушили, ну, в общем, все там развалили. Каким ты видишь сегодняшний спектакль «Иисус Христос и призвезда» и в чем, по твоему мнению, успех многолетний этого спектакля? На самом деле, сказать, в чем успех этого спектакля, никто не сможет. Потому что, если бы это было известно, то у нас бы такие спектакли рождались бы, как грибы. Это неуловимо. Что в нем? Что в нем такого, да? Ну, там удачное сочетание музыки, сценографии. Ну, музыка, всего-то пять литмотивов. Ну и что? Ну и что? Разве в этом дело сколько литмотивов? Да хоть один. Ну, если в этом, как сейчас модно говорит, есть драйв, когда ты сидишь и качает тебя. Вот. Ту-ту-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. И все. Все. Больше не... А что еще? Какой вам еще нужен литмотив? Литмотив один. Круто. Вот и все. Вот. Мне кажется, успех... Успех всегда в таких, в театральных проектах, успех это команда. Это комплекс. Всегда. Не бывает такое, что классная музыка, плохие актеры и успех. Такого не бывает. Всегда это... Что тебе, как актеру, дает участие в таком спектакле? Как актеру, во-первых, мне приятно и очень лестно, что я участвую в этом спектакле. Легендарном теперь уже, извините, да? Легендарный. Это уже легендарный спектакль. Да, мне лестно в нем участвовать. Мне приятно, что меня приняли в этом спектакле. В каком смысле? Что меня принял зритель, да? Это же сложно в такой харизматической постановке. Вдруг новый исполнитель. Ах, кто это такой? Интересно знать. Я как-то вошел и я доказал, что я тоже могу участвовать в подобном спектакле. Это еще одна роль в театре имени Масовета. Значит, Саймон Страйт в мюзикле «Доктор Джекил» и «Мистер Харт». Опять же, совпадение. Саймон Страйт и Монзилот. Совпадение или закономерность? У тебя очень мистический настрой, по-моему. На самом деле, может быть, в созвучии имен есть совпадение, но в этих личностях нет ничего общего. Абсолютно ничего. Саймон Страйт – это абсолютно несчастный человек, который пытается с помощью какой-то любви, хотя нет, он, наверное, любит по-настоящему, но он пытается поправить свои дела. То есть он пытается влезть выше общества с помощью любви, как многие сейчас, наверное, делают и умеют это делать. И получается, но у него не получилось это сделать. Но тем не менее, я его очень люблю, потому что он очень душевный по-своему человек. Хотя и затеял он прикончить «Доктор Джекил».